Здравствуйте, уважаемые зрители канала, студенты, коллеги. Мы продолжаем курс работ по ENSP в рамках курса Huawei. И сегодня мы настроим управление нашими четырьмя коммутаторами по протоколу Telnet. И также настроим доступ по FTP к одному из коммутаторов. Потому что эта тема освещена и в рамках самого курса HCA, и также она захвачена при проведении сертификации. По ней есть вопросы, поэтому мы сделаем это на одной железке. Вот здесь вот синим цветом выделены IP-адреса интерфейсов управления в девятом Вилане. В зависимости от варианта. У меня это будет 209 Вилан. Естественно мы их настроим на этих коммутаторах. И также мы заведем там пользователя, который будет иметь логин Huawei и сам пароль, парольную фразу Huawei с большой буквы. Разрешим работу Telnet сервера. Применим эту историю на line VTI. То есть на те вот пять линий, которые есть у данных коммутаторов. Хотя по-моему на них даже больше. То есть в моей заготовке их всего лишь четыре охвачено. И придется настроить эти IP-интерфейсы. Естественно это будут интерфейсы Виланные. То есть как SVI-интерфейсы, если мы будем говорить терминологии CISCO. На коммутаторе SVL3.1 нам придется немножко модифицировать эту настройку. Мы добавим настройку, включим FTP сервер. Разрешим работать учетной записи Huawei с FTP. И также укажем FTP директорию. Без этого иначе доступа не будет. С проверкой этой истории немножко сложнее. Оказалось, что вот в оболочке NSP ни сервер, ни хосты не могут обращаться по Толнету или по FTP к железкам. Поэтому мы с нашего компьютера управления PC Management попингуем наши четыре коммутатора. Что они у нас доступны. Что мы действительно интерфейсы повесили правильно, верно. А поуправляем, попытаемся к ним подключаться мы с коммутатора SVL2.1. В том числе с него мы пойдем по FTP на SVL3.1 и посмотрим работает ли наш протокол FTP. Да, кстати, я настоятельно рекомендую для всех работ сначала смотреть телекционную часть, потом уже проводить практику. Давайте приступим к настройке. Настройку мы начнем со SVL3.1. Телнет сервер enable. И далее перейдем в блок AAA для настройки наших учетных записей. Учетная запись наша будет логин Huawei. Паспорт. Cypher говорит о том, что он будет зашифрован. Далее мы укажем уровень, с которым наш пользователь будет обладать. Это будет максимальный уровень 15. И надо указать, какие сервисы будут обрабатываться. Если посмотреть на конфиг, то здесь telnet. То есть можно вот так вот указать telnet. Но нам нужно для SVL3.1 указать тип и telnet и ftp. И казалось бы, можно сделать вот так. Сейчас вбить ftp. Но так не сработает. Это коварная команда. Она сейчас удалит telnet и запишет ftp. Поэтому если мы хотим указать и то, и другое, то нужно сделать вот так. Вот telnet ftp. Вот тогда она будет нормально принята системой. А иначе вы перезапишите одно на второе. Обращайте на это внимание на реальном оборудовании. Давайте перейдем теперь на юзер интерфейс. VTI. Кстати, какие они здесь. Ну, в принципе, да, они здесь 0.4, такие же. И укажем, что аутентификация будет производиться из блока AAA. На самом деле здесь можно настроить, например, повесить пароль прямо на линии с telnet или с SSH. То есть можно удалить аутентификацию. Но не очень хорошие режимы. И Huawei сейчас их не рассматривает практически. Поэтому я рекомендую вам все делать через AAA. Так, ну и нам нужно на самом деле сделать истории для еще FTP. То есть для указать FTP директорию. Local user. Это нам надо вернуться опять в AAA. AAA. Local user Huawei. FTP directory. FTP directory. FTP directory. FTP directory. Вот здесь вот тоже важно. В зависимости от типа железки, в зависимости от типа операционной системы, от версии, вот эта вот строчка может быть разной. Тут иногда нужно указать какую-нибудь определенную директорию. Иногда это нужно сделать со слэшом. Иногда по-разному называются эти разделы на железках. Поэтому вот эта история, она в каждом строчке, каждый раз будет разная. Но имейте в виду, без нее сам сервис, вот этот запущенный FTP, не сможет работать слэш-памятью. И поэтому она необходима. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Display this. Вот такая вот у нас здесь история. Здесь был еще какой-то у нас пароль. Еще какие-то сервисы были применены. Но вот то, что мы настроили, это вот эти четыре строчки. То есть, вот он наш логин Huawei, вот хэш от пароля, уровень привилегий, сервисы Telnet FTP и директория Flash. Также, 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 также нам нужно запустить FTP сервер. FTP сервер enable. Он уже был запущен, да? Окей, хорошо. И я забыл настроить интерфейс управления. Интерфейс VLAN IF 209 IP адрес 10.20.0.1 И здесь маску можно указать вот в таком виде, в прямом, да, 4 октета. А можно указать просто длину маски, как через слэш, как мы указываем на схемах. То есть, просто 24. Вот таким образом. И вот теперь уже, да, можно сохранить наш конфиг. Обязательно его нужно сохранить. И приступать к настройке других устройств. Следующую железку мы возьмем SV L3.2. И проделаем здесь ровно все то же самое, но я немножко облегчу себе задачу. Я настрою интерфейс VLAN IF 209 IP адрес. IP адреса, чтобы всем было понятно, я подсматриваю вот здесь. Вот его IP адрес 0.3. 10.20.0.3. Маска 24. Включил. И я здесь позволю себе поступить следующим образом. Вы тоже можете, в принципе, так же сделать. Я возьму вот этот хинт. И буду просто его применять ко всем нашим устройствам. Просто, чтобы сэкономить время. Потому что ничего там нового не будет. Мы будем задавать пароль и настраивать линии для работы с Телнетом. Вот примерно так. Сохраняемся. Сохранились. SV L2.1 точно так же. Интерфейс VLAN IF 209. IP адрес 10.20.0.4. 25.24 маска. И так же настроим доступ. Не забываем сохранять конфиги. Сохранили. SV L2.2. Интерфейс VLAN IF 209. IP адрес 10.20.0.5. 24 маска. Мы довольно быстро все сохраняем. Но надо еще себя, конечно, проверить. Display IP Interface Brief. Это основная здесь команда для проверки. Вот он, наш интерфейс. Появился его IP адрес и его состояние в API. Естественно, сохраняемся. Давайте проведем проверку везде. Display IP Interface Brief. Они везде должны быть в API. Они должны быть с правильными адресами. То есть, все у вас должно в этом плане биться. Это начало трабл-шута, если вдруг что-то не так с интерфейсом управления в данном случае. IP Interface Brief. Проверяем. У SV L3.2. Все тоже хорошо. SV L3.1. Display IP Interface Brief. Смотрим. Да. Здесь тоже все здорово. Окей. Надо проверить, живые ли они по факту. Возьмем наш компьютер управления. Из сетки управления. Не забываем, да, что наш вот этот компьютер менеджмента. То есть, предполагается, что это компьютер управления. Компьютер админа, который этой сеткой управляет. Поэтому у него доступ непосредственно вот в эту вот сеть, в которой находится интерфейс управления наших коммутаторов. Соответственно, попытаемся обратиться к этим устройствам. 102001. Да, оно отвечает. Это значит, все у нас верно, все правильно. С L3.1. А к третьему. Это SV L3.2. Соответственно, тоже живой. Четвертый. Тоже все хорошо. И остается пятый. Да, все здорово. Значит, действительно, железки имеют эти интерфейсы и доступны по сети. К сожалению, подключиться к ним по интерфейсу TOLNET либо SSH тут такой возможности нет. Очень печально. Поэтому, что мы сделаем? Мы возьмем коммутатор SVL2.1 И с него будем пробовать подключаться к нашим другим коммутаторам. Именно. TOLNET 102001. Это SVL3.1. Наш логин Huawei. Пароль Huawei с большой буквы. И, да, действительно, мы видим, что приглашение сменилось. Мы находимся на SVL3.1. Здесь нам, кстати, здорово поможет команда ShowVersion. Если вы вдруг переживаете, там вы не там, можно проверить себя. Извиняюсь, DisplayVersion, конечно. Команда DisplayVersion. И можно увидеть, что это железка другого типа, да, это другой коммутатор фактически. Но иногда приходится себя проверять. Итак, мы подключились к SVL3.1, к SVL3.2 аналогичным образом. Ну, нетрудно понять, что ровно такая же история произойдет с нашим коммутатором SVL2.2, да, то есть у которого пятерочка на конце Huawei. Да, все нормально, все работает. Пускает ли нас в режим управления? Да, пускает, потому что в учетной записи 15-я привилегия. Соответственно, мы можем полноценно этот коммутатор конфигурировать удаленно. В принципе, так и настраиваются железки для удаленного управления. Единственное, чаще всего, конечно, используется SSH. Настройка, ну, весьма-весьма похожая. Я не думаю, что тут есть какие-то проблемы. Мы проверили, железки управляются, то есть задача по Талнету выполнена. У нас осталась история с FTP, которую мы открыли на SVL3.1. Мы также с SVL2 коммутатора идем по протоколу FTP на коммутатор SVL3.1. 10.20.01. Вот, нас спрашивает юзер, юзер Huawei, естественно, тот же самый, которого мы завели. И пароль тоже, Huawei с большой буквы. Обратите внимание, у нас пароль Huawei с большой буквы тоже не просто так. Так, частенько оборудование Huawei не дает применить пароль без смены регистра, либо без спецсимволов, либо чтобы были буквы и цифры, например. Поэтому он здесь такой. Ну и в жизни, скорее всего, вам придется что-то подобное делать. Ну вот, если в плане такого теста вам, да. А так, конечно, более сложные должны быть. Итак, видим здесь, что нас пустил Толнет. Видим, что были процедуры вот эти вот аутентификации, сообщения вот 220 удачные, да. Когда мы со студентами обсуждаем протоколы типа FTP, и когда я рассказываю про коды, там условно положительные, отрицательные, да. То есть всегда двоечки, это всегда положительные. Пятерочки, это всегда, четверки, это всегда отрицательные коды. Вот, спрашивают, зачем это знать. Ну вот, скорее всего, для того, чтобы таким образом использовать оборудование. Ну давайте посмотрим, что тут у нас в директории в основной. Ничего там нету, кроме нашего файла конфигурации. То есть мы сейчас находимся на флэш памяти нашего коммутатора SVL31. И можем, например, скопировать его, да. Тоже опять команда get, которая не очень обычно ее студенты знают, помнят. И при вот таком работе с оборудованием, например, непосредственно с FTP клиентом, конечно, команды put, get, сменные типа binary или ASCII, переключения различных режимов, их, конечно, лучше знать. Ну и мы его скопируем и назовем его конфиг svl31, да. Вот так я его назову, да, .zip. И так он у меня будет на диске называться. Вот. Да, действительно, он скопировался, все в порядке. То есть мы его получили к себе на свой коммутатор SVL22. Вы, конечно, меня спросите, зачем все это вообще надо, вот это вот, подключаться по FTP к какому-то другому коммутатору. На самом деле такое бывает. Частенько происходит такая ситуация, что у вас есть какая-то удаленная сеть, и в ней большое количество железок. И вот вы копируете на одной, на один из них скопируете свежую прошивку, и канал до этой сети не очень быстрый. То есть и прошивка какая-нибудь большая, там, какие-нибудь 500 мегабайт, да. А в самой сети у вас скорость высокая. И очень удобно положить эту прошивку на одну железку, а потом с нее по FTP вот так вот ее копировать на другие устройства. Ну, открыв на этой железке, соответственно, FTP-сервер. Да, это живая история. Так, ну, файл мы скопировали, в принципе, посмотрели. Ничего складывать туда, наверное, не будем, да. То есть, опять же, увидели сообщение о передаче. Я думаю, на этом можно отключиться. Можно, естественно, проверить свою, свою флеш-память и убедиться, что да, вот он, этот конфигурационный файл, он у нас скопирован, лежит здесь. И вот я там в порядке экспериментов, да, это тоже делал. В общем-то, есть еще и второй такой файл. То есть, да, действительно, мы его забрали. Итак, мы настроили управление нашими устройствами и успешно подключились к ним по Тулнету. На этом сегодня все. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова